Волнительный и ответственный момент в жизни каждого первокурсника. В этом году 280 выпускников 9-х классов стали студентами первокурса колледжа Международного гуманитарного университета. Студентов поздравил и напутствовал на новые учебные свершения президент вуза академик Сергей Кивалов. Надо развивать колледжное образование, нужно развивать профессионально-техническое образование, потому что после 9-го класса люди должны, как правило, определиться, что они хотят. Вот мы видим здесь, на этой площадке университетской, что они хотят, некоторые из них станут врачами, другие станут юристами, экономистами, переводчиками. Но у нас есть еще возможность, чтобы они параллельно учились на одной специальности и на другой специальности. Эти новшества позволяют нам конкурировать с многими высшими учебными заведениями. Эти новшества, которые у нас ежегодно внедряются, в том числе и в учебный процесс, позволяют нам готовить хороших специалистов. Колледж Международного гуманитарного университета готовит младших бакалавров в сфере формации, юридических и экономических наук, дизайна, IT и ряда других востребованных профессий. Практически каждый год университет открывает новые специальности и качественное обучение, по которым требуют сотрудничества с различными организациями и учреждениями. Особенностью Международного гуманитарного университета является то, что это классический университет. И мы постоянно анализируем и мониторим рынок труда. Если мы видим, что те или иные специальности стали очень востребованы, для нас нет никаких проблем пролицензировать ту или иную специальность, пригласить специалистов, я имею в виду профессорский состав, для того, чтобы качественно преподавать эти дисциплины. Но самое главное, мы очень активно работаем с работодателями. Практически во всех сферах у нас есть партнеры, которые уже во время обучения студентов в Международном гуманитарном университете приглашают их на работу. Сначала на практику, а потом трудоустраиваются. Международный гуманитарный университет имеет лучшую материально-техническую базу из всех высших учебных заведений Юга Украины. Также здесь собран лучший профессорско-преподавательский состав. Пусть привлекает педагогов перспективами дальнейшего роста, а также возможностью для реализации своего творческого и научного потенциала. Приятно, что Сергей Васильевич Кивалов, он сам поддерживает получение знаний через практику. То есть мне нравится эта тенденция, и вот как в этом наш коллектив, весь педагогический состав и руководство едины. Потому что в этом университете не ощущается запах бедности, который, к сожалению, ощущается в очень многих других наших вузах, если не во всех. Это правдиво. А красиво, потому что он замечательный и научит вас всему, чему вы хотите научиться. Набор абитуриентов на первый курс колледжа Международного гуманитарного университета еще не окончен. С 1 августа стартует второй этап набора, который продлится по 22 августа. Выпускники девятых классов, которые еще не успели подать документы или решили уйти из школы, имеют возможность стать студентами колледжа Международного гуманитарного университета. Кроме того, получить профессиональное образование в колледже могут и выпускники одиннадцатых классов, даже без сертификатов ВНО. Если из-за карантина или по каким-то другим причинам не было возможности сдать независимое тестирование или не хватает баллов для поступления в ВУЗ, с 1 августа по 1 сентября есть возможность подать документы в колледж. Выпускники одиннадцатых классов поступают сразу на второй курс, а по окончанию учебы также могут продолжить обучение в ВУЗе. Это прекрасная возможность получить высшее образование, не теряя при этом год учебы. В девятнадцатом и двадцатом.